Здравствуйте! В эфире специальный выпуск телеканала CBC. С вами Теймур Атаев. Все же интересные моменты иногда происходят в мировом пространстве, связанном с Азербайджаном. Но в данном случае мы говорим о нашем государстве. Почему? Как вот одномоментно могут одни и те же политические лидеры или лидеры каких-то структур международного уровня, или какие-то так называемые МПО, какие-то так называемые правозащитные организации. Почему так называемые? Потому что когда нужно, они говорят совершенно о другом, когда нужно им или каким-то силам. А когда не нужно, то Азербайджан как бы всегда рядом, и можно предпринимать опять антиазербайджанскую риторику, а иногда и действие. Вот с чем это связано, когда вот одномоментно, одновременно, чуть ли не одним тембром голоса, вот эти ангажированные силы начинают занимать антиазербайджанскую позицию. Вернее, занимают все время. Просто иногда обнародуют, а иногда молчат. Видимо, ждут команды, и поговорим об этом сегодня с Азером Амедовым, Азером Алим. Здравствуйте, кандидат юридических наук с нами Азером Амедов. Азером Алим, вот давайте так абстрагируемся от эмоций, от симпатии и антипатии. Вот мы прекрасно понимаем и даже видим, что вот сейчас событие в Нигере. То есть событие в Нигере, а для многих Нигер и Нигерия это одно и то же государство. Так же, как Йемен. То есть люди не понимают, кто такие оловиты, кто-то такие там, я не знаю, какие-то иты, что такое марксизм, что такое капитализм, коммунизм. То есть люди не понимают, но говорят. То же самое вот сейчас мы видим в отношении Азербайджана. Давайте будем откровенны. Есть вот тех людей, которые вот озвучивают что-то. Вот задать им вопрос, а что такое вообще линия, дорога Агдам-Ханкенди? Или что такое Лачинский район, а что такое Карабахский экономический регион? А почему он так называется? А что такое Зангизур, восточный Зангизур, западный Зангизур? Чем они отличаются друг от друга? Что такое Северный Азербайджан, Южный Азербайджан, Западный Азербайджан? Мы прекрасно понимаем, что 99 и 99% не ответят на это. Но они подписывают. Значит, кто-то подкладывает, мягко говоря, им эти документы. Значит, кому-то это нужно. Понимаете, Тимур, совершенно справедливо вы говорите. Убежден, что так оно и есть. Не говоря уже о том, что, естественно, во многих странах, даже ведущих странах мира, многие рядовые граждане, средние обыватели вообще не знают, что такое Карабах, где Азербайджан, где Армения, где Зангизурский коридор, где Агдам, где Лачинская дорога и все остальное. Ну и то же самое вы сказали, африканские государства, в том числе Нигеры и все остальное. То есть средний обыватель во многих странах об этих регионах, тех событиях, которые происходят в этих регионах, не осведомлены. Но когда речь заходит о полномоченных лицах международных структур, европейских структур, европейских международных институтов, убежден, что там тоже достаточно некомпетентных людей, и которые тоже далеко, не близко осведомлены, не близко погружены, не глубоко погружены в тему, о которой речь идет, допустим, в данном случае тема Азербайджана, Азербайджана-армянских отношений, тема конфликта, армяно-азербайджанского конфликта. Историю, предысторию этого конфликта. То есть многие даже чиновники международных структур, международных институтов убеждены, что недостаточно осведомлены, может быть, даже и они не стремятся к этому, поскольку, понимаете, последние десятилетия особенно, совершенно цинично, откровенно мы наблюдаем, что многие ответственные чиновники международных институтов, многие, они мотивированы не тем, чтобы поднимать репутацию, беречь репутацию той организации, которую они представляют, поднимать авторитеты организации. То есть у них, мы наблюдаем, в большей мере, знаете, личную заинтересованность. То есть здесь даже фактически не амбиции, не политическое лидерство, а именно заинтересованность. Именно личная заинтересованность. Мы с вами с конца и с лета прошлого года даже наблюдали, вы помните скандалы с Европарламентом, с конкретными именами, фамилиями ответственных лиц, которые были разоблечены в очень неприглядных, очень недостойных поступках. В ЮНЕС, это же сигнал. Совершенно верно. То есть можно привести очень много примеров. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти люди не заботятся о репутации той организации, где они трудятся. Нет, их заботит личная заинтересованность, личная выгода, личное благополучие. И, к сожалению, знаете, наблюдаем примерно то же самое с некоторыми лидерами некоторых стран, в том числе и ведущих стран Европы и вообще в целом Запада. Когда мы в их поступках, в их заявлениях, в их решениях часто наблюдаем некую личную заинтересованность, нежели интересы, национальные интересы того государства, которого они представляют. Тогда, Азермали, можно говорить о том, что вот в мировой политике происходит событие под диктовку. Вот что имеется в виду? Внезапно, вот мы говорим, вот вдруг, вдруг сегодня опять прорвало Никола Пашиняло. Он выступает на заседании правительства. Он говорит о дороге плохие, говорит, в Армении, там, ну, какие-то критические высказывания. И вдруг вспоминает внезапно, что вот гуманитарные грузы. Оказывается, говорит, там, сколько-то уже дней эти гуманитарные грузы. А почему ты об этом сказал сегодня, а не вчера? То есть что произошло? Почему именно сегодня заседание правится? Значит, идет какая-то совместная работа определенных заинтересованных сил. Это мой вопрос на основе, там, скажем, открытой информации. То есть одновременно, когда заговаривает Боррель, господин, через два дня там мы слышим в разговоре господина Блинкина с президентом Азербайджана Мальхама Алиева, какие-то о Лачин... То есть госсекретарь США внезапно вдруг говорит о Лачинской дороге. То есть после этого какие-то другие силы начинают говорить. Почему-то 30 лет, когда уничтожалось культурное, духовное наследие, когда уничтожались памятники материальной культуре. Но это ладно, еще памятники. Гибли люди, миллион беженцев. Нарушение всех норм международного права. Никого это не волновало абсолютно. Ни госсекретарей не волновало этих, ни глав Евросоветов, ни лидеров Евросоюза. Благодарность идет и сейчас за энергопомощь Азербайджана, которая не дала зимой умереть с голода гражданам Европы, скажем так, хотя бы к определенному проценту. И вдруг опять воспоминания о некоторых гуманитарных грузах, когда дорога Агдам-Ханкенды работает. Вот эта ангажированность, вот эта вот единая, вот эта линия, на ваш взгляд, все же, с чем она связана? Теймин Валим, первым делом я хотел бы, понимаете, внести ясность в это понятие гуманитарная, там, катастрофа, как некоторые называют, гуманитарный кризис и так далее. Если вещи называть своими именами, вот вся эта ситуация, все это шоу, которое было организовано, до сих пор продолжается на границе Армении и Азербайджана, это прямое посягательство на суверенитет Азербайджана со стороны Армении и тех стран, которые ее поддерживают. В том числе и ведущие страны мира, которые открыто заявляют и называют чиновники этих стран, ответственные лица этих стран называют этот вопрос гуманитарным кризисом, гуманитарной катастрофой. Это прямое посягательство на суверенитет, на территориальную целостность Азербайджана, на независимость Азербайджана, иначе это назвать нельзя. Поскольку, смотрите, Азербайджан неоднократно заявлял и придерживается той политики, что на своей собственной территории, независимо от этнической принадлежности, любым этническим группам, любому району, любому региону Азербайджана, Азербайджан предоставляет равные возможности, в том числе и для получения материального обеспечения, возможностей экономического развития, возможностей социального, образовательного, в любой сфере. То есть Азербайджан и сегодня предлагает этнической группе армян, этническому меньшинству армян Карабаха получать все, то им необходимо, и начинает продовольствие, окончая медикаментами и всеми остальными. Все это получать через дорогу Агдам Ханкианды. Нет, не то, что считаем, это де юра так и есть. Они могут считать де-факто себя немножко как бы по-другому, но это всем международным сообществам абсолютно бесспорно признанная территория, независимая территория Азербайджана, Карабахский регион. Кто бы там ни проживал, они должны находиться под юрисдикцией Азербайджана. Соответственно, Азербайджан говорит, слушайте, если вы нуждаетесь в продукции, пожалуйста, берите, вот вам дорога, вот вам возможности, покупайте так, как все граждане Азербайджана. И живите как люди. А не понимаете ли в чем дело? С подачи некоторых международных структур, с подачи того же государства Армении. И армянское меньшинство Карабаха, которое давно еще превращено в заложников политических амбиций международного армянства, они, во-первых, большинство рядовых граждан армянского меньшинства Карабаха, они лишены возможности вообще говорить, заявить о себе. Международные сообщества должны знать это, понимать, что они, рядовой армянин Карабахского региона, он не имеет возможности заявить о себе. Он лишен этого возможности. Там эта хунта, военная хунта, которая захватила власть, нелегитимную установила власть в Карабахском регионе, и которая командует, управляет армянским меньшинством Карабаха, это, верным делом, враг самого армянства, враг самого армянского меньшинства Карабаха и вообще армянского населения всей Армении, поскольку всю Армению, вот эта хунта, военная хунта, которая называет себя властью в Карабахском регионе, они втягивают, в том числе, Армению, пытаются втянуть в новый военный конфликт. Азармали, ну тогда смотрите, что получается. Вот такой момент мы как-то приводили в одной из передач, что начало событий 1987-1988 года на территории Азербайджана и в Армении шло фактически унисонно тому, что происходило на Западе. То есть Европарламент принимал решение о так называемом армянском вопросе, отправлял эту информацию на стол Михаила Горбачева, параллельно проводилось, причем социалистические партии инициировали вот то заседание в Европарламенте, в Афинах оно проходило. Параллельно в коммунистическом юманитее Агамбикян, тогда экономический советник Горбачева давал интервью, ничего не было дозавуировано. То есть фактически Запад и Советский Союз в лице Горбачева, как лидера государства, они решали одну и ту же задачу. И уже после этого шло развитие так называемого, как они назвали его, Карабахского движения. Карабахского движения. Но абстрагируемся опять от этого, приходим к 2020 году. Историческая справедливость восстановлена. После этого достоянием не только азербайджанской общественности, мировой общественности стал беспредел, который был устроен в течение 30 лет. Мало того, после того, как оккупированные территории были освобождены в соответствии с международным правом, продолжалось поступление мин по этому самому, как они говорили, Лачинскому коридору, поступление мин на территорию Азербайджана. Живая сила, армянские незаконные вооруженные формирования, они же не с неба свалились, их привезли туда фактически, на каких-то грузовых и так далее машин. После этого Международный Красный Крест провозит какие-то несанкционированные продукты и так далее, товары. И весь мир об этом знает, все молчат. Я не закончил отвечать на тот ваш вопрос еще. Просто хотел, чтобы для зрителя, вы же нас слушают не только в Азербайджане, в Армении, нас как минимум, значит, постсоветская территория, русскоязычная территория нас слушает, поскольку вы изначально очень хорошую, значит, информацию дали, что многие люди вообще за пределами Азербайджана и Армению не знают сути проблемы. Поэтому я хотел внести ясность, с этого начал. И хочу опять же, и в продолжение ответа на ваш вопрос, ведь действительно не секрет, что начиная с конца 80-х годов и с начала 90-х годов, азербайджанское население, которое проживало на азербайджанских территориях, в Карабахском регионе и в прилегающих территориях, которые были оккупированы Арменией, и азербайджанское, значит, этнос, азербайджанское население, которое проживало на территории Армении до 1988 года. На своих исконных территориях. Потому что в 88-м году, к 1 декабря 1988 года, уже ни одного азербайджанца на территории Армении, которое проживало более 300 тысяч, ни одного азербайджанца не осталось, всех осталось, всех изгнали. То есть это было чистое, в чистом виде, этническая очистка, геноцид, которое подпадает именно под международное уголовное правосудие. Подпадает. Но тем не менее, все эти годы, все ведущие страны в том числе, все страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, в том числе, и европейские структуры в том числе, до сегодняшнего дня, действия Армении, которые были связаны с оккупацией, 30-летней оккупацией азербайджанских земель, с этнической чисткой азербайджанцев на собственной территории и на территории Армении, с геноцидом азербайджанцев на собственной территории и на территории Армении, ни одного заявления не было сделано. Заявление такого не было, не исходило ни из одной из этих стран, которые являются странами, постоянными членами Совета Безопасности, ведущими странами Европы, не было ни одного заявления. Вот двойные стандарты, понимаете, они сейчас стали откровенными, циничными, они стали настолько просто, скажем так, бесстыжими, понимаете. Одно дело, есть некое такое прикрытие, а тут даже и прикрытие, уже маски сорваны. Но вы же очень хороший такой пример использовали, вы говорите, даже эти люди ангажированные, они же даже не заботятся об имидже тех организаций, от имени которых они выступают. Совершенно верно, понимаете, к сожалению, и немало лидеров европейских стран, в том числе и ведущих европейских стран, такие как Франция, допустим, да, они, видно, настолько забыли о своих собственных обязанностях, как президента собственной страны, то есть о национальных интересах. Они национальные интересы собственной страны отложили в сторону, на первый план у них, значит, выдвигаются личные интересы. А личные интересы, это всегда связаны с какими-то лоббистскими организациями, в том числе с организациями армянского лобби. И мы с вами знаем, что каждый, значит, предвыборный период в Соединенных Штатах Америки тоже учитывается. Лоббистские армянские, значит, интересы армянского лобби, кандидатами в президенты. И в последующем тоже бывают попытки, соответствующая поправка, 907-я поправка против Азербайджана 30 лет назад. Азербайджан стал жертвой агрессии Армении. Территория Азербайджана была оккупирована. Резолюции имеются. Да, имеются соответствующие четыре резолюции Совета Безопасности ООН, но, тем не менее, Соединенные Штаты Америки в начале 90-х годов применяют к Азербайджану соответствующие экономические санкции. А которые, кстати, до сих пор не отменены. Азербайджан, тогда, а если взглянуть еще глубже, да, допустим, ну, беседуем, обсуждаем открыто. Что происходит, допустим, мы знаем, что ежегодно издаются разного рода отчеты о так называемых правах человека, нарушениях, религиозных правах и так далее. 65 из 67 мечетей уничтожено было. Где это зафиксировано? ЮНЕСКО ли, или в каких-то там, скажем, Вашингтоне, или в Париже, или в других каких-то столицах мира? Где? С другой стороны, мы видим, сжигают Коран. Вот сегодня это происходит в 21 веке, на уровне искусственного интеллекта и так далее. Что происходит? Кто-то осуждает? У нас под боком официально заявляется о создании отрядов, которые именуются крестоносцами. Немезиде ставится некий памятник, и присутствуют представители города, представители общественности. То есть получается, что опять-таки очень избранная какая-то реакция международных структур. Вот президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что надо реформировать не только он, Совет Безопасности. Там должны находиться представители движения неприсоединения, Лига Арабских Государств, Организации Исламского Сотрудничества. Мы не видим никакой поддержки. Вот эта вот тюркофобия, туркофобия, азербайджанофобия фактически становится одним из главенствующих лейтмотивов мировых политиков. То есть, следовательно, здесь есть опять-таки какая-то избирательная линия. Знаете, избирательное применение международного права существовало всегда. Когда на сегодняшний день мы знаем, что Азербайджан превратился в регионального лидера. Ну вот вы подходите. Да, понимаете, азербайджанофобия и туркофобия возрастают. Потому что ведущим странам мира, в том числе особенно некоторым ведущим странам Европы, совершенно не нравится возрастающая роль Азербайджана в регионе, не только в регионе. Вы только что говорили о заслугах Азербайджана в этом году, в прошлом году, которые, в принципе, часть Европы, азербайджанский газ, азербайджанские энергоносители, часть Европы, скажем так, была спасена благодаря азербайджанской поставкам энергоносителей. То есть Азербайджан обретает, знаете, новые масштабы своего влияния, не только в своем регионе. И Азербайджан заслуживает достаточно, значит, обоснованный авторитет, уважение во всем мире. И мы с вами наблюдаем это, и это многим странам не нравится. Потому что этим странам традиционно, привычно нравится видеть марионеточные режимы. Такой режим, как режим Пашиняна. То же самое, что в Африке происходит. Управляемые режимы. Вот то же самое в Африке. Они же все, ну, не все, большинство этих стран, которые вот сейчас в Нигере происходят, то, что события, это же все те страны, которые всегда были управляемыми. И в том числе Франции, некоторыми европейскими странами. И откуда богатство улетучивались в пользу этих стран? Да, совершенно верно, поскольку все полезные ископаемые, все эти недры, они принадлежат этим бывшим, значит, колониальным режимам. Они до сих пор, значит, эксплуатируют эти территории в этих целях. И, естественно, им это по духу было близко, когда Карабах являлся таким анклавом, когда они могли иметь свое влияние. Поскольку, видите, аналогично тому, что как в некоторых африканских странах, как вывозятся полезные ископаемые, так же в Карабахском регионе. До сих пор, пока Азербайджан не предпринял соответствующие меры. Я хочу уточнить, когда вы говорите анклав, вы имеете в виду, что когда сепаратисты, когда они начали объявлять, что мы... Я имею в виду, что когда еще до 2020 года, когда еще эта территория была под оккупацией. А сейчас эта территория целиком и полностью является под азербайджанским контролем. Это хунта сегодняшняя, которая еле дышит, наладом дышит. Эта хунта, она агонизирует всего лишь. Это, понимаете, это состояние агонии. То есть здесь Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет над этой территорией. Единственное, попытки, внешние попытки сорвать этот процесс окончательного восстановления этой территории. Значит, восстановление даже в правах того же армянского меньшинства в Карабахе, которые являются всего лишь инструментом большой политики. Они жертва большой политики, они жертва мирового армянства, который привели в жертву их. В смысле, жертву в плане их благополучия, материального, элементарного, жизненного благополучия. Понимаете? Я в этом смысле имею в виду. То есть они хотят, вот этот европейский структур и многие международные силы, они совершенно не нравятся, когда Азербайджан поставил лачинский пропускной пункт, когда обеспечил полный контроль въезда, выезда на собственную территорию. Понимаете, это получается полный маразм в международной политике, когда страны закрывают глаза на обычные элементарные правила международного права, международные стандарты, что каждое государство имеет право устанавливать те пограничные пункты, которые желают, и должны, и имеют право устанавливать таможенные правила, пограничные, значит, правила перехода границы. То есть вот эта гуманитарная проблема, которая из пальца высосана, это гуманитарное шоу, я бы назвал, которое организовали армянское государство и международные некоторые страны, это как раз является элементом, попыткой нарушить этот баланс, попыткой срыва того, значит, переговорного процесса, который движется, в принципе, к заключению мирного соглашения, поскольку, когда будет заключен мирный договор между Азербайджаном и Арменией, эти проблемы рассосутся. Так может быть, это мирное соглашение как раз получается и определенным силам не нужно вот держать вот в таком подвешенном состоянии, потому что с одной стороны, что мы видели, скажем, Шарль Мишель выступает в поддержку мирного соглашения. Буквально через сутки... Извините, Шарль Мишель призывает воспользоваться дорогой Агдам-Хантенгей. Конечно, буквально через сутки Макрон и воду завуируют, еще через сутки лидеры других государств это делают, и буквально вслед за этим некая вот эта грузопоток автомашин прекрасно понимает, что это граница, что это чужое государство. Ну иди, стоит нам еще год. Хорошо, давайте так предположим. То есть настолько вот эта линия работает, у нас буквально вот 3 минуты остались. Смотрите, согласно заявлению от 10, ну от 9 ноября 2020 года, армянская сторона обязана предоставить коридор между Нахчеванской автономной республикой и западными территориями Азербайджана. А до сих пор этот коридор не предоставлен. Хорошо, завтра Азербайджан такой же грузовой состав соберет на границе Армении, в том регионе, где эта дорога должна быть проложена. Поскольку Нахчеванская республика находится в принципе, скажем так, в блокаде со стороны Армении. И этот, значит, грузопоток будет направлен в сторону Нахчеванской республики. И потребует пропустить это в Нахчеванскую республику, назовет это отказ Армении от пропуска этих грузов в сторону Нахчевани, назовет гуманитарной катастрофой. Как будет реагировать международное сообщество? Я вас уверяю, никак. Поскольку проплаченные армянскими силами, международным армянством некоторые чиновники международных структур, в том числе и некоторые чиновники и руководители ведущих стран мира, они закроют глаза на это. Поскольку влияние армянского лобби, они пока имеют место быть. Вот, понимаете, вот такова реальность на сегодняшний день. Ну, к сожалению, Азербайджан, вот ту картину, что вы раскрываете, она подтверждает, в общем-то, эту мысль, что ангажированность, она не на пустом месте возникает. То есть, бывает, что там чиновник или там международный лидер, он может не знать. Но мы прекрасно понимаем, что те лица, которые озвучивают вот эти антиазербайджанские заявления, это люди, которые, может быть, даже далеки от географии Южного Кавказа, а может быть, даже далеки от географии самого европейского континента, но они реализуют эти, озвучивают эти призывы в целях достичь каких-то политических дивидендов. То есть, даже не внутри страны, а именно на международном поле с точки зрения нанести какой-то ущерб, скажем, мирному ли соглашению, росту ли имиджа Азербайджана, развитию ли Азербайджана, потому что в ином случае они бы просто поддерживали бы хотя бы те успехи Азербайджана, как минимум поддерживали только их, которые совершены за последние 2-3 года на освобожденных от оккупации территориях, когда из нуля, из ничего, когда на варварски превращенных в ноль благородных землях фактически произошел полный ноль. То есть, когда с нуля восстанавливает Азербайджан и эти территории. Но об этом никто не говорит. Так же, как не обращая внимания на минную проблему. Буквально 20 секунд. Успехи Азербайджана в экономической сфере, в политической сфере, в социальной сфере, в любых сферах. И особенно успехи Азербайджана в постконфликтный период, когда Азербайджан за короткий срок ведет самую активнейшую работу по восстановлению бывших оккупированных территорий, уничтоженных Арменией. Знаете, это я убежден, что это видно, что вызывает такую вот черную зависть, ревность со стороны многих ведущих стран мира. Вот это еще одна проблема, с которой руководители стран никак не могут смириться. Зависть просто гложет их, почему Армян-то Азербайджан так успешно развивается. Вот это еще одна причина. Вот отсюда и ангажированность. Конечно же, напоминаем, что с нами сегодня был кандидат юридических наук Азар Мамедов. Оставайтесь в CBC, следите за нашими программами, будете в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова